Благословен ты, Господь Бог, Царь Селены, Который избрал нас из всех народов и даровал нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дарующий Тору. Аминь. Итак, у нас очень интересный отрывок, на который я хотел бы поделиться. Сережа, можно выключить вот эту историю? Спасибо. Спасибо. Ничего не вижу, вы не поверите. Ну прямо очки не нужны, да, просто свет. Спасибо большое. Итак, на этой неделе мы будем с вами разбирать, или те, кто разбирают, числа, 8 глава, с 8 главы по 12 глава Беалотха. Вот такое вот слово. Беалотха. Так. И очень интересная глава. Когда я ее почитал, я понял, что, в принципе, есть о чем говорить. И, в общем-то, я хочу вести вас в курс дела. Доставайте свои Библии, и мы с вами будем внимательно смотреть. Глава начинается с историей о том, как нужно ставить светильник, как он должен гореть, как правильно его зажигать и так далее. И даются постановления для левитов, чтобы они смотрели за этими всеми процессами. Также речь идет об очищении левитов, о том, что они должны приготовить, как должно быть приготовлено их служение. Вы знаете, что, в принципе, если почитать, очень все непросто. С одной стороны, просто, но с другой стороны, это требует достаточно тщательного, такого кропотливого подхода. И я думаю, что Бог, в общем-то, не изменился с этого момента. Для нашего служения также нужно уделить внимание подготовке, уделить внимание очищению, уделить внимание тому, чтобы привести себя в соответствующий вид. Но, вы знаете, в конце главы, вот нашей недели, 12 глава чисел, меня больше всего коснулось, и я хотел бы прокомментировать именно ее, буквально с первого стиха. Такая вот история, которая очень где-то понятна нам, очень близка, но, с другой стороны, она оставляет за собой множество моментов для размышления. Итак, фактически, 12 глава чисел, книги чисел, она начинается с истории семейной. И речь идет именно о семьи. Был Моисей, была его жена, где-то там упоминается, был его брат Аарон, да, не родной, но как бы близкий, была Мирием его сестра, то есть это фактически семейный разговор, семейная история. И с первого стиха мы читаем. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». Вообще, если честно, вот очень сильно я могу представить себе такой разговор. Вот просто семейный разговор. Брат с сестрой, они говорят о жене брата, да? Просто. И говорят, вот она какая-то, вот у тебя Эфиоплянка. Ну мы подразумим, возможно, она была темная, ну как из Эфиопии, да? Но, тем не менее, мы не знаем конкретно, о какой жене идет. Комментаторы говорят о том, что, скорее всего, речь идет о Сепфоре. Сепфора была женой Моисея с самого-самого начала. Вы помните, когда он бежал из Египта, он остановился у Этро. И написано, что он потом женился, и у него была жена Сепфора. Понятное дело, что она не была из еврейского народа. И если мы так посмотрим, то Мадианитяне или Итро, который приходил из этого народа, они как бы принадлежали той области, которая могла быть каким-то образом связана с Эфиопией. Итак, вообще не описано, вот если посмотреть на этот семейный конфликт, вообще не описано, в чем была проблема. Может быть, именно из-за того, что она не была еврейкой. То есть и по логике вещей нужно было взять ее просто выгнать, и всех детей ее выгнать, и чтобы Моисей, так скажем, хранил чистоту нации в лице лидера. Вы понимаете, лидер должен быть человеком на высоте, а тут Эфиоплянка полностью портит ему послужной список. Возможно, это была проблема. Возможно, вы знаете, Эфиопляне были на тот момент какими-то такими, не очень воспитанными людьми. Может быть, как-то это Сипфора, предположим, что это Сипфора, она обижала Мириам. Ну, знаете, такие женские разговоры. Вот там, вот, а вот у меня муж такой знаменитый, а вот у меня муж там влиятельный, а ты там кто? Вообще, в принципе, посмотреть так на Мириам, все ее достоинство было в том, что она была сестрой. То есть она же не сотворила, море не разводила, к фараону не ходила, подвигов не совершала. Ну, как бы так, если по-нормальному говорить. Да песню спела, там мы читаем в исходе. Ну, так много пела песен на тот момент женщин. И в любом случае, ясно, понятно, что эта жена, она вела себя несоответственно ожиданиям Мириам и Арона. И в любом случае ее присутствие, оно давало возможность им его упрекать. То есть была какая-то причина. Однако, судя по всему, их разговоры не носили какой-то конструктивный характер. Потому что они переходят к тому, чтобы поставить вообще под сомнение духовность Моисея. Ну, вот понимаете, да, вот есть жена, на которую смотрят и говорят, ну, как может быть человек, у которого такая жена, духовным человеком? Вот если бы он был духовным, ну, как бы он бы понимал, что надо там, например, ее выгнать, или что наши упреки, они имеют, ну, как бы место, надо серьезно к этому относиться. Обратно же, мы можем только предполагать, потому что текст этой истории не дает нам очень много. Тем не менее, это очень интересная ситуация, потому что периодически в наши времена, в наших общинах или в наших церквях мы можем увидеть, что люди начинают вести себя подобным образом. И сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Они смотрят на семью пастыря, например, да, или на семью какого-либо служителя, и они находят в ней что-то, что им не нравится. И это могут быть даже близкие родственники, братья, сестры, мамы, папы, это могут быть друзья детства, то есть те, которые с вами всю жизнь, и они приходят к вам вот в каком-то смысле на кухню, да, и говорят, послушай, что вот там вот с твоей женой? Разве так жена пастыря должна себя вести? Или там, например, я очень много раз слышал варианты по поводу детей пастыря. Слышали, да? Это бедные дети. Я вам честно скажу, мне их очень жалко, если приходят к ним вот такие вот близкие друзья или родственники Аароны и Мириамы. Они приходят и говорят, ты же сын пастыря, как ты можешь себя так вести? И упрекали пастыря за сына его. Знакомая ситуация, да? А речь о чем идет? Пастырь или Моисей, да, допустим, в этом случае, мы просто проводим аналогии. Это человек, который прожил очень долгий путь. Человек, который платил очень большую цену своей жизни годами для того, чтобы находиться в том месте, где он находится. И люди все это признают. Но они забывают о том, что его сын, который родился буквально там 15, пускай 10, пускай 20 лет назад, это человек, который не ходил в папиной одежде, который не носил папиные ботинки. И, возможно, это человек, который еще на сегодняшний момент не рожден свыше или рожден свыше совершенно недавно. Абсолютно недавно. Но люди забывают об этих вещах, и они проводят знак равно. Между папой и сыном. Между папой и, например, его супругой. Вы знаете, что у некоторых служителей, например, были такие обстоятельства. Они вели очень сложную жизнь до покаяния. Мы понимаемся, кто-то женился, кто-то разводился. Выбирали жен, мужей, как получалось. Правда? Вот как получалось. И тут в какой-то момент пришел Иисус и всех спас. Все приняли спасение, но живут в той семье, которая была выбрана тогда. Правда? Кто-то растет в этой семье быстро, кто-то растет медленно. Но, тем не менее, приходит какой-то момент, и такой человек становится служителем. Но люди, глядя на него, говорят, «Ха, может ли быть у такого служителя, как ты, такая жена?» И упрекают его. И вы знаете, это приносит очень много горечи, это приносит очень много поражения на самом деле и очень много проблем, когда люди смотрят таким образом. И, если честно, если честно, то вот разговоры на кухне, они могут быть даже правдивыми. Просто даже правдивыми. Например, когда, ну, обратно же, говоря о детях, пастырей или служителей, когда говорят, «Твой сын поступил таким-таким образом». И знаете что? Это будет правда. Он действительно так поступил. Он действительно сделал что-то, возможно, неподобающее, возможно, как-то это выглядело не совсем в рамках нашего канонического представления о святости. И мы говорим, «Ха, вообще, о чём мы говорим? Разве только с ним говорит Господь? Разве только он может выходить за кафедру? Мы все святы, цари, священники и те, кто принадлежим к царственному священству, народу святому, людям избранным будел». Да? Ну, мы быстро вспоминаем эти места в Писании. При этом мы забываем всё же несколько моментов. Его Бог призвал, Его Бог поставил, и Бог работал с его жизнью. И написано дальше, в третьем стихе. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Очень известный стих, но знаете, что интересно? Если мы посмотрим на жизнь Моисея, мы увидим, что не такой уж он и кроткий был. Правда? Ну, вот честно. Потому что, что мы видим? Способен убить человека. То есть, его психологический портрет подразумевал, что этот человек не совсем робкий. Человек, который способен на убийство. Мы видим, что он убежал, потому что он понимал реальную опасность. Мы видим, что это человек, который пережил достаточно много потрясений. На секундочку. Вот ты во дворце, и вот ты 40 лет с овцами. Просто день от дня ты тупеешь, потому что ты ходишь вместе с ними. Перейдя из великого какого-то развитого общества, каким был на тот момент Египет, вообще в поле к овцам. Понятное дело, что сложно развиваться в таких обстоятельствах. Ни книжку почитать, ни кино посмотреть, ни позвонить кому-нибудь. Правда? То есть, все было очень статически в его жизни. Дальше мы видим фараона. Мы видим, что он приходит к фараону. И хоть он смущался и говорил, я заикаюсь, и что-то со мной происходит. Но тем не менее, он приходил к фараону, как сильный человек. Правда? Он вывел 2 миллиона, извините меня, евреев. Уже это просто медаль на веки. Правда? Потому что мы здесь периодически на домашней группе с двумя не можем справиться, потому что такие непростые люди. Правда? Каждый просто бриллиант. У каждого есть что сказать и чем поделиться. Аминь, я просто за. А здесь 2 миллиона. Представляете, какой у него был вообще уровень сопротивляемости во всем? Сколько мнений он выслушивал, и как он мог все это свести в какую-то единую структуру. Интересно, что Мирьям никогда не занимала его место. Правда? Да и Арон, в принципе, повторял его слова. Правда? И Бог говорил, я дам тебе Арона, как гаджет, определенное такое вот устройство, которое будет передавать твои слова. Ну, так же было, правда? Ты будешь косноязычен, но я тебя не исцелю, Бог говорит. Ты будешь таким, каким ты будешь. Но я дам тебе человека, который умеет разговаривать. Он все сделает, как нужно. Итак, если посмотреть на 3 стих, мы видим, что он кратчайший человек. Если посмотреть на историю его жизни, мы видим, что, ну, как говорится, палец в рот не клади. Это был лидер. Нечего говорить. И еврейская традиция говорит о том, что это великий был лидер. И не было от Моисея до Моисея не было такого, как Моисея. Помните, да, такое высказывание? Итак, когда у Моисея была ревность по Божьим делам, мы видим его, как сильного льва, как человека, способного просто, мне нравится история с тельцом. Помните, да? И написано, что он стер его в порошок этого тельца, и дал им, растворил в воде, и дал им ее пить. Вы представляете, что это было? Это просто. Он просто пришел и порвал их всех там. Понимаете, да? У него еще сияние вокруг него было. Он провел потом мечом, сказал, кто со мной, тот со мной. Левиты стали за него. Он говорит, а теперь идите и всех убейте. Это вообще геноцид. Так, если посмотреть. Правда? То есть это лев. Почему? Потому что он сражался за Божьи ценности, за Божьи дела. Но здесь, в этой ситуации, на кухне, Моисей выслушивает от Аарона с Мирием, и он молчит. Он молчит. И здесь конкретно упоминается, что он был кротким человеком. Его сердце было кротким. Не пытался себя защищать. Он не пытался говорить, ну послушайте, послушайте, я не такой плохой. Ну что же, разве я виноват, что у меня вот такая вот жена? И так далее, и так далее. Он не защищается от напада Каарона Мирием, хотя я думаю, что у него хватило бы и Коксу, и силы, и власти поставить их на место. Правда? Ну просто даже без объяснений. На самом деле, просто можно было бы позвать стражу, и все бы закончилось очень быстро. Тем не менее, он молчит. Если говорим мы о Сифории, это тоже очень интересная личность. Вы помните, в какой-то момент, вообще эта история описана в исходе 4 главе, когда только Бог призывает Моисея. Моисей долго сопротивляется, там и всякие такие вот разговоры между ними происходят. Бог дает им обетование, ободряет его. И вот они уже вроде идут на встречу с Аароном. На тот момент они еще с ним не встречались. И вот они идут к нему на встречу. Вы помните, что произошло? В 21-м, по-моему, или 24-м стихе там описано о том, что ангел Божий, он пришел для того, чтобы что? Убить Моисея. Зачем он хотел убить Моисея? Из-за того, что Моисей не соблюл святость перед Богом. Помните, да? Сифора достала каменный нож, бедный мальчик, и обрезала его, сына Моисея. Помните, да? Я думаю, что это могла быть какая-то травма просто на всю жизнь. Представляете? Кидается на вас мама с каменным ножом и обрезает. Хорошо, что он, я надеюсь, он был маленький, и мне ничего не помнит. Суть. Сифора и эфиоплянка, да? То есть она проявляет, не написано, что это делает Моисей, хотя по логике процесса Моисей должен был это сделать. Правда? Но это делает Сифора. Моисея проявляет себя как человека, который ревнует по Божьим словам, по Божьим вещам, вообще по Божьему сердцу. И написано, что Бог отходит. И они идут, и после этого буквально в нескольких стихах позже они встречаются с Аароном. Итак, Сифора сама по себе не была простая женщина. И мы видим, что Бог не относился к Моисею, как бы как. Он не закрывал глаза на его несоответствия. И если эти несоответствия присутствовали, Бог сам вмешивался в его жизнь для того, чтобы сотворить свой суд. Бог сам обращался к его сердцу для того, и менял его семью. В частности, это сын почувствовал очень ясно, среди ночи, да? И он менял его семью для того, чтобы Моисей соответствовал нужным качествам для Бога. Итак, мы читаем дальше все же. Число 12 глава, 4 стих. «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мириам». Мне нравится то, как здесь написано. «И сказал Господь внезапно». Ох, если бы он внезапно почаще с нами говорил, правда? Многие вещи бы просто, они не случились бы в нашей жизни. Вот они болтали, все были расслаблены, тот смущен, они его грузили. И тут внезапно говорит Господь, «Выйдите вы трое к скинии собрания». Звучит, как на ковер, да? «Вы трое вышли». Я думаю, что у всех просто… Если Моисей входил в присутствие Божье, а Аарон периодически входил в присутствие Божье, то Мириам-то вообще не входило. Да, вот так вот в шатер собрания, на гору, там не разговаривала лицом к лицу. И тут вот так, «Опа! Выходи!» И мы видим здесь несколько интересных вещей. С разными людьми Бог, оказывается, имеет разного уровня отношения. Это не означает, что люди становятся особенно святыми, или их семьи становятся неприкосновенными. Абсолютно нет. Но Бог показывает, что разные служители способны нести разный уровень ответственности. И Бог относится к ним соответственно. Еще раз. Можно сказать, что есть универсальные принципы. Всем одинаково, всем и равны и так далее. Тем не менее, мы видим, что в общем, да, но в сущности, конкретно в жизни каждого человека, Бог имеет с ним личные взаимоотношения, по-разному формирует их ответственность и по-разному с них спрашивает. Даже более того, кому больше дано, с тех он способен спросить больше. Тем не менее, Бог осознает, что такие служителя, которые занимают более, ну скажем так, высокое положение, да, они несут более сложный, как бы, груз ответственности на себе. Поэтому нельзя просто так прийти и сказать, а вот, 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 давай вот так, давай как всем, давай вот, ну вот, будем относиться к тебе одинаково. Почему? Потому что жизнь этих служителей выглядит совершенно по-другому, чем жизнь простых людей. Итак, мы говорили о том, что Моисей взял Сифору, когда они были совершенно людьми простыми, да, то есть перед ним карьера пастуха только открывалась. И, скорее всего, что и она была вот из такого простого народа. Он был обычный человек, он делал выбор как мог. И позже он был вынужден жить с ней такой, какая она была. Насколько она развивалась, насколько она не развивалась, мы не знаем. Мы не видим, чтобы Сипфора входила в святое святых так же, как и Мирием. Мы не видим, чтобы были какие-то послания Сипфоры, там, знаете, мемуары жены Моисея, там, первая леди Моисея и так далее. Нет, она просто была его супругой, такой, какой была. Это вызывало сплетни, это вызывало разговоры. Но уже ничего нельзя было сделать. Девятый стих, двенадцатый, 9-12. «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скини, и вот Мирием покрылась проказою, как снегом. Арон взглянул на Мирием, и вот она в проказе. И сказал Арон Моисею, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». Мы видим, что риторика Моисея совершенно меняется. Да? «Господин мой». «Арона», «Арона», «Господин мой, ты посмотри, не допусти». То есть все стали на свои места. Интересно, что Мирием стала полностью покрытой проказой. То есть, иными словами, она ритуально была чиста, но тем не менее она была прокажена. И она не могла находиться в том месте, где была в святом присутствии. Мы видим, что Аарона это наказание не коснулось. И я вам хочу сказать, что для Аарона это была бы большая проблема, потому что буквально в несколько глав перед этим мы читали о том, что их благословляли и помазывали на это служение. То есть, фактически, Бог проявляет милость к Аарону, не касаясь его проказой, хотя мог бы прикоснуться. И он наказывает только Мирием. Только Мирием. И мы видим, что Моисей, в общем-то, был простым человеком. Все же, он любил своего брата, любил свою сестру. Написано, что он помолился, да, и что пришло освобождение. Но что произошло? В течение семи дней Мирием находилась вне стана, вне тела израильского народа. И все ждали. В этот момент, когда она была прокажена, прокаженной из-за своего языка, из-за того осуждения, которое она выразила на кухне своему брату, возможно, даже правильного осуждения, то есть имеется в виду, что была какая-то адекватная причина, но в сердце ее звучала вот эта горечь и обвинение. «Ты посмотри на себя, я не хуже, чем ты». Слышите, да? Весь стан целую неделю не двигался к той цели, которую Господь имел перед народом израильским. Все стояли и ждали, когда она очистится. Вы знаете, я думаю, что это было хорошим уроком для них, и это может быть хорошим уроком для нас, потому что мы скоры на осуждение. Мы очень быстры на осуждение, особенно если это служители. Мы почему-то считаем, что они больше всех нам должны, что они больше всех должны проявлять любовь, вмещать, ведь они же служители. Правда в том, что все мы должны друг к другу. Понимаете, да, друзья? Мы все должны искреннюю любовь. Мы все должны стараться принимать друг друга. Мы все должны стараться благословлять друг друга. Мы все должны быть в том состоянии, чтобы иметь возможность войти в шатер присутствия Божьего. А не просто говорить, ну нам же, что же Бог говорит? Говорит, говорит. Вы в шатер входите. Пускай это будет вашим критерием вашей святости. Пускай это будет тем мерилом, через который вы будете смотреть на жизнь людей. Послушайте, наши служители, они не идеальны, но и мы не идеальны. И Бог, если поднимает кого-то, Он понимает, что Он делает. Он видит что-то, что сокрыто в сердце этого человека. И Он использует это для своей славы. Итак, что мы можем научиться из этой истории? Бог реагирует на все, что даже сказано в тайне, где-то там на кухне, между родственниками. Разные люди могут иметь разные взаимоотношения с Богом. И если вам что-то сходит с рук, это не значит, что кому-то другому сойдет это с рук. Поэтому пускай критерий Писания будет для вас в первую очередь, чем жизнь какого-то другого человека. Сравнивайте себя с Писанием, это более будет безопасно. Перед тем, как вы захотите критиковать кого-то из служителей, посмотрите на свою жизнь и подумайте, готовы ли выйти сейчас с этим служителем на ковер перед присутствием Божьим. Вот реально, представьте, что вдруг он говорит, ты, пастырь, ты и ты, приходите ко мне вот сюда, и сейчас мы будем разговаривать о ваших жизнях. Хотите на такой ковер? Болтайте языком. А не хотите? Проявите мудрость. Потому что Писание говорит, что страшно впасть в руки Бога Живого. Зачем нам это нужно? Давайте будем более направлены на милость, нежели на суд. Поэтому будет лучше, если вы станете поддержкой человеку, который несет большую ответственность, нежели будете его критиковать и упрекать. Ему и так сложно. Шесть миллионов евреев, ему было очень сложно, чтобы выслушивать еще эти кухонные разговоры. Пускай вас Бог благословит и сохранит. Во имя Ишуа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова